Жертв коммунистического террора в Латвии вспоминают дважды в год, 25 марта и 14 июня. Десятки тысяч латышей увезли на чужбину, многие на родину не вернулись. Опустело в те дни и Курзамское побережье. Рыбацкие лодки денационализировали, либо уничтожили. Морские границы стали внешними границами Советского Союза. Очевидцы рассказывают, как лодки поднимали высоко и сбрасывали на землю. Так жители побережья утратили единственное ремесло, помогающее выжить. После 50-летнего перерыва, в течение которого они не могли выходить в море, казалось бы, можно взять, сесть в лодку и выйти в море. Но всё оказалось не так просто. 25 марта 1949 года разлучали семьи. Ссылка коснулась в основном самых зажиточных и образованных людей. В 1948 году коммунистическая партия готовилась к созданию крестьянских и рыболовецких колхозов по российскому образцу. Латышские крестьяне не желали отказываться от своих земель, скота и орудий труда. Посёлки Курзомского побережья приобрели статус закрытой зоны. В те времена было очень трудно. Мы могли ездить только по пропускам. Я выписалась из Венспуса и прописалась в доме в Микельторнисе, чтобы получить пропуск. На дом дали только три пропуска. А нас было брат мужа с семьёй и его сестра с семьёй. Нам минимум 10 пропусков надо было. Мы постоянно платили штраф. Например, муж работал в Сарканабака, иногда забывал паспорт. Штраф был где-то 10 рублей. От Венспуса до Микельторниса было 4 проверочных поста. Мой дедушка всю жизнь ходил в море. Когда ему хотелось посидеть возле моря, его всё время там задерживали и доставляли в часть. Все, кто занимался рыболовством, все уехали. Тётя уехали в Мерс, Аркс, другие районы. Много людей уехало, не было работы. У нас был небольшой кусочек моря выделен, где дети могли купаться. А дети, как и дети, могли зайти за ограждение, и пограничники вели их домой к бабушке. А она говорила. Сегодня в Венсполских церквях прошли богослужения в честь жертв тех дней. Возле памятника свободы возложили цветы, а на кладбищах зажгли свечи. Татьяна Саксаганская, Гонда Порни, Цейн Джодзин, Шкурзамское телевидение.